Теперь давайте разберемся с видами зла, чтобы нам еще яснее можно было ответить на вот эти вопросы. Вопрос теодицеи и вопрос нравственного аргумента существования Бога. Первый вид зла – это нравственное зло. Нравственное зло – это прямой или косвенный результат решения предпринимаемых людьми по их собственной свободной воле. События в Беслане – это яркий пример нравственного зла, где люди умышленно по своей свободной воле творят зло. Почему это возможно? Потому что у людей есть свобода. Сама идея о том, что могут быть свободные существа, не способные грешить, имеет противоречие. Потому что грех – это противоставление чужой воле. Если я свободен, то у меня есть своя воля. И таким образом, если я свободен, то я в силе грешить. И вот люди, пользуясь этой свободой, совершают нравственное зло. Второй тип зла – это естественное зло. Стихийные бедствия, ураганы, цунами, сели, землетрясения. Почему же существует естественное зло? То есть мы видим, что естественное зло напрямую нравственным злом не является. Оно с непосредственным выбором людей не связано. На тот самый случай, помните, Иисусу рассказали про галилеян, которых римляне порубили в капусту, вместе и их, и тех животных, которые они принесли для жертвоприношения. Так что, в общем-то, самое печальное для евреев, что и кровь. Их смешалась с кровью жертвенных животных. Уже их отделить-то похоронить невозможно, если вы смотрите по телевизору, когда теракт. И израильтяне очень тщательно собирают всю кровь, чтобы эту кровь, ткань с кровью, похоронить вместе с самим человеком. А тут сама кровь их осквернилась. Кровь смешалась с жертвыми животными. И они пришли, рассказали об этом Иисусу. Иисус, он говорит, вы что думаете, что эти галилеяне были грешнее других галилеян? Или те люди, на которых упала Силаамская башня? Они тоже были не более грешны, чем все остальные. Но если... Или те люди, на которых рухнул Бессарабский рынок в Москве? В Басманске, да. Бессарабская, это вот здесь. И в Киеве. Вот. Но если не покаетесь, погибнете так же. Вот. То есть, вот падение башни, падение рынка, вот, в Османске, это естественное зло. То есть, некие естественные, вроде бы, причины оказались. Но Иисус предупреждает, если не покаетесь, погибнете так же. Почему? Потому что за естественным злом, в конечном итоге, тоже стоит нравственное зло. Во-первых, естественное зло, причина его, это все та же свободная воля человека. Это результат проклятия, наложенного Богом на природу. Но мы знаем, что Бог сотворил мир. И что мир этот был иным, не таким, как сейчас. И все вот эти вот стихийные бедствия, это результат проклятия, наложенного на мир Богом, чтобы человек мог остаться жив. Потому что, если бы Бог не проклял мир, то человек бы уже погиб сразу. Потому что в совершенном мире несовершенный человек существовать не может. В совершенном мире у человека была совершенная власть, абсолютная власть. Абсолютная власть созидать. Но обратной стороной абсолютной власти созидать является абсолютная власть разрушать. Представьте себе несовершенного человека с абсолютной властью разрушать в руках. И таким образом, проклиная мир, Бог лишает человека вот этой абсолютной власти. Уже не мир погласен человеку, а человек отчасти уже становится зависимым от этого мира. Вот. И, значит, человек отверг уготованную ему создателем роль блюстителя творения. Человек был создан, чтобы он был князем мира сего. Так? Кто является сейчас князем мира сего? Дьявол. То есть человек должен был быть князем мира сего, но человек послушался дьявола. А кто кому подчиняется, тот тому и рад. И таким образом дьявол забрал у человека ту власть, которой изначально должен был обладать человек. И он этой властью распоряжается. И когда он Иисусу говорит, что берете царство, они всем не принадлежат, он говорит правду. Они действительно все ему принадлежат. Он забывает сказать одну деталь, но не насовсем. И таким образом человек стал жертвой воцарившегося в мире беспорядка. То есть даже в этом случае мы видим, что в основе естественного зла все равно нравственное зло лежит то грехопадение, то ослушание воли Божьей, которое было изначально. Далее. Следующее. В мире Бог установил естественные законы. И мы с вами видим, что сами по себе законы не являются ни благословением, ни проклятием. И если бы не естественные законы, то вот такая бы наша вся жизнь была. Только благодаря естественным законам в жизни есть порядок. Мы знаем, что если я брошу стул в брата Петра, то я знаю, чем это может закончиться. Если бы всякий раз Бог вмешивался и останавливал утсящий стул, я бы отвечал за свои действия или нет? Нет. Если бы всякий раз стул летел иначе, я бы мог предполагать, чем мои действия закончатся. Закончится. Нет? Совершенно верно. Вот. То есть если бы изменение естественных законов превратилось бы в изменение природы и характера мира, и в том числе свободы. Я не свободен. Я хочу разбить камеру, которая меня отумела. Но я не смогу это сделать, потому что когда я брошу стул, я никогда не знаю, в каком он полетит. Можно полетить в камеру, может в Петра, может в меня вернется. Я ж не знаю. Вот. И бессмысленный. Регулярная приостановка действий естественных законов. И бессмысленно вытекающая из этого изменение природы свободная воля. Потому что, обратите внимание, наша свободная воля зависит от порядка и стабильности в мире. Если мы не можем предполагать, что будет заранее, то никакой волеизъявления невозможно, потому что мы не знаем, к чему, какое наше действие приведет. Таким образом, мы видим, что на основании Библии мы можем объяснить и нравственное зло, и естественное зло. Но для человека все равно остается вот эта область, которая называется бессмысленная страна. Как же быть с бессмысленными страданиями? И тут Библия дает однозначный ответ. Страдания бессмысленными не бывают. Мы можем не знать их смысла, но сама идея бессмысленных страданий противоречит понятию Бога. Мы знаем, что если бы не были возможны страдания, не была бы возможна истинная свобода. Если бы не было возможно зло, не была бы возможна истинная свобода. Поэтому страдания имеют как минимум высший смысл. Это то, что мы свободны и мы свободны теперь принять Бога. Если мы родились не свободными принять Бога, а если мы родились рабами греха, то именно благодаря тому, что есть зло и страдания, мы имеем свободу Бога принять. Наш ограниченный разум не имеет права настаивать на точке зрения, что зла слишком много или определено неравномерно, как вчера брат Андрей сказал, что зла больше, чем добра. Откуда мы это знаем? В качестве полемики это было, конечно, хорошо было казырнуть такой фразой. Но если бы прозвучал ответный вопрос, откуда мы это знаем, он бы, конечно, разбил это заявление в пух и вправо. То есть наш разум ограничен, он будет в состоянии измерить, а сколько добра, а сколько зла и как они между собой распределены. Что? Весь мир возле лежит. Весь мир возле лежит, но в Библии даже не говорится, что добро тоже есть. И кто сильнее, мир или Бог? Весь мир лежит во зле, то есть это неправильно, это надо исправлять. Там, где есть добро, там все нормально, исправлять ничего не надо. Но там не говорится, что добра нет вовсе. Ведь мы же говорили, что зло это отсутствие добра. Весь мир лежит в отсутствии или недостатке добра. И нужно этот недостаток восполнить. Далее, есть философские и исторические связи с поддержкой теистического мировоззрения. То есть они подтверждают, что да, зло определенного масштаба допускается в необходимое для достижения величайшего блага. Пример? Кто-нибудь не может сказать хотя бы пример зла, которое Бог допустил, чтобы достичь большего блага? Совершенно Иисус Христос. Казань Христа – это зло или добро? Это совершенно очевидное зло, которое Бог допускает, чтобы через него достичь блага для всех нас. Третье. Для того, чтобы вот эту вот теодицею обосновать, вовсе не обязательно точно измерить размеры зла и проследить его распределение. От математических характеристик она никак не зависит. Она показывает, что если зла нет, то нет и свободы, значит мир несовершенен, значит Бог не является Богом. Далее. Теизм лишь утверждает, что добра больше, чем зла. И что зло в большинстве своем приводит к положительным результатам. Если какое-то, понимаете, очень часто приходится слышать, что вот, этот человек парализовало его с детства, Бог через это хочет сделать ему что-то хорошее, такие, когда мы слушаем проповеди с кафедры, мне очень стыдно за этот проповедник. Но с какой-то конкретной ситуацией вовсе не обязательно что-то хорошее из этого будет. Но мы знаем, что без зла. У нас в церкви есть сестра, пьяный полковник милиции на полной скорости вырезался, въехал в остановку автобусный, где стояли люди, и там был ее муж, державший за руку ребенка. Ребенка сшибло просто в руке у родителей. Вот. И ребенок остался жив, но это инвалид на всю жизнь. И целым рядом серьезных нарушений, начиная с того, что возрастные нарушения, нарушения разума. И встает вопрос, что хорошего Бог через это мог достигнуть. Мы знаем, что через это она пришла в церковь. Мы знаем, что через это Бог укрепляет эту семью, хотя муж и неверующий. То есть неверующий муж остался верен и вместе с нею выхаживает этого ребенка уже 20 лет. Вот. Но даже если бы и не было никаких видимых результатов, мы-то понимаем, что зло нравственно, то, что эти совершенно безответственные люди напились и пьяные, значит, сели за руку. Это нравственное слово. Оно может не привести ни к чему хорошему в конкретном случае. Но его существование дает нам надежду гораздо больше. Этот мир – это лишь мгновение в сравнении с тем, что нас уже дает. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com. Человек не может правильно судить о масштабах или размере зла, потому что он не в состоянии определить, является ли зло нарушением равновесия. Фольклор возьмем. Сказки, повести, блины. Что всегда побеждает? Добро или зло? Добро. Да. Это совокупный опыт. Что такое фольклор? Это на самом деле опыт, выраженный в этом сказке. Почему именно? Рассказов много создается, и хороших, и плохих, но проверку времени проходят только те, которые правильно отображают связи в природе, связи в жизни. Правильно? И почему в фольклоре побеждает добро? Это является свидетельством того, что все-таки добро в мире превалирует. Бог, Писание говорит, всегда предпринимал и будет предпринимать действия для уменьшения масштабов зла. И лучший пример тому воплощение Бога во Христе. Но прежде чем мы пойдем с вами дальше, я должен сказать, что мы должны остановиться на вопросах соотношения свободы и воли. Особенно кто был знаком со спорами хальвинистов, армяниан и прочих, там, свобода выбора, свобода воли. То есть люди создают термины, вокруг которых они, значит, сражаются, вот, в одни и те же слова они вкладывают совершенно разные понятия, вот, и мы не будем понимать, о чем мы говорим, пока мы не разберемся. Как же соотносятся свобода и воля? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok